МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Жан Кадеба. Здравствуйте. 224 человека погибли. Среди них один гражданин Беларуси. На месте крушения российского авиалайнера в Египте продолжается поисково-спасательная операция. Напомню, пассажирский самолет, следовавший из курортного города Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове этим утром. Авиалайнер пропал с экранов радаров менее чем через полчаса после вылета. Перед этим машина резко начала терять высоту. По данным авиадиспетчеров, экипаж сообщил о технических неполадках и запросил посадку в аэропорту Каира. Точные причины трагедии станут известны после того, как обнаружатся черные ящики. Пока же спасатели ищут тела погибших. Самолет должен был прибыть по расписанию в питерский аэропорт Пулково около полудня. В настоящий момент в аэропорту создан оперативный штаб. Проводится работа по охране общественного порядка. Мы определились о порядке работы с родственниками. Родственников будем встречать в гостинице Кронплаза. Работает психологическая служба МЧС России, психологи города Санкт-Петербурга. Завтра в России объявлен день траура в связи с этой трагедией. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Владимиру Путину, а также всем родным и близким погибших в авиакатастрофе. И к другим новостям. Сегодня в Совете Республики обсуждали новые подходы к работе законов экономического блока. Нормативно-правовая база должна вовремя реагировать на изменяющиеся условия и способствовать экономическому росту. В частности, на заседании Президиума научно-консультативного совета Верхней Палаты Парламента обсуждали закон о государственно-частном партнерстве и прогноз социально-экономического развития. Беларусь и США планируют создание совместных предприятий по выращиванию скота местных пород. Об этом сегодня сообщил министр сельского хозяйства нашей страны во время встречи с делегацией американских ученых и бизнесменов. Продукцию, которую будут производить на предприятии, планируют поставлять на рынки Ближнего Востока и Азии. Кроме того, до марта следующего года планируется закупка около 10 тысяч голов высокопродуктивного крупного рогатого скота. Для животных планируют отвезти необходимые площади естественных угодий в Витебской и Могилевской областях. Прорабатывается вопрос поставки белорусской сельскохозяйственной продукции и в США. Я очень впечатлен тем, что я увидел в сельскохозяйственной части Беларуси. Оборудование, уровень развития, размеры ферм. Мои ожидания подтвердились, и я был приятно удивлен тем, что я увидел, и уровнем, на котором вы находитесь. Диалог местной власти и населения. Чиновники вновь вышли на прямую связь с жителями страны. Льготное кредитование и приватизация жилья, вопросы коммунального хозяйства и отопления. За три часа работы только в Бресском обл. и сполкоме ответили почти на полсотни вопросов. За время проведения субботних телефонных линий звонков стало меньше, но теперь все чаще граждане обращаются с конкретной проблемой. В основном вопросы касались сегодня это именно тема приватизации занимаемого жилья. Несогласие с оценкой, разъяснение порядка, какие документы необходимы для этого, куда обратиться в случае, если возникают какие-либо вопросы. Кроме этого, было значительное количество звонков из различных регионов по вопросу дальнейшего кредитования. Со следующего года военная академия начнет вновь набирать девушек. Об этом сегодня сообщили в учебном заведении во время дня открытых дверей. Более тысячи школьников пришли в академию, чтобы познакомиться с условиями, в которых занимаются курсанты. Абитуриентам продемонстрировали образцы военной техники и провели мастер-классы. Можно было познакомиться с устройством парашюта и узнать, как на деле работают специальные тренажеры для обучения. На многочисленные вопросы отвечали не только преподаватели, но и курсанты академии. Я задумывалась в военной профессии, так как это очень престижно, очень интересно, и защищать Родину все-таки это очень важная профессия. На сегодняшний день мы получаем качественное специальное образование, высокий уровень физической подготовки, а также военное специальное знание. Повышается престиж военной службы, это, прежде всего, повышается интерес молодых ребят и их нормальной мужской профессии, и мы надеемся, что в следующем году у нас будет хороший конкурс. Сезон осенних ярмарок финиширует в столице. Приобрести овощи и фрукты от производителей сегодня могли во всех районах города. Главные торговые площадки по традиции разместились у Чижовка-арены и Дворца спорта. В нынешнем сезоне в Минске прошло около 200 ярмарок, в которых приняли участие более 7,5 тысяч субъектов хозяйствования. Мы каждую неделю ходим. Вот меда попробовали, вот сын захотел, мы купили. Мне все нравится. Продукция, конечно, сегодня довольно-таки и дешевая. Можно приобрести все, что угодно. Доброе, веселое сегодня. По-белорусски это все. Тот ассортимент, который представлен для жителей, гостей столицы, он, конечно, удивляет, радует. И мы видим, какая отдача со стороны потребителей нашей страны. Люди покупают, люди рады. Здесь организована доставка. Совиный фест собрал в Беловежской пуще любителей природы из Белоруссии и Польши. Место встречи ученые-энтузиасты выбрали не случайно. В заповеднике обитают практически все виды сов, встречающиеся в нашей стране. В том числе и ушастая. Она, кстати, стала птицей года в республике. Днем орнитологи проводят мастер-классы по кольцеванию ночных стражей лесов и по изготовлению совиных домиков. Самое увлекательное будет ночью. Ведь именно в темное время суток совы в основном вылетают на охоту. Тогда и можно будет увидеть их в естественных условиях обитания. На этом выпуск завершен. О развитии событий в 19.30. Всего доброго и до встречи.